Развитие молодежной политики, грантовая поддержка начинающих предпринимателей и трудоустройство молодежи. Эти вопросы сегодня интересовали представителей региональных СМИ. Журналистами в рамках проекта «Открытое правительство» общался председатель Комитета по делам молодежи Руслан Джусоев. Какие темы еще затронули, расскажет моя коллега Алина Хасцаева. В этом году в республику поступило порядка 33 миллионов рублей благодаря участию молодежи в грантовых конкурсах. Об этом сообщил председатель профильного комитета Руслан Джусоев. Он отметил, что молодежных форумов с каждым годом становится все больше, в их числе и Машук, который в этом году стал юбилейным, и Таврида. Журналисты поинтересовались, где еще какие возможности есть у молодежи проявить себя. В этом году мы максимально анонсируем, максимально мы стараемся делегировать наших ребят. Вы не назвали территорию смыслов. Есть международный форум Евразия Глобал. Там квота для нас не такая большая, но наши ребята приняли в нем участие. Есть выгрузки АИС, Росмолодежь, все форумные компании, ребята регистрируются, ребята выезжают. Наша задача подготовить и направить того или иного участника. Руслан Джусоев также отметил, что молодежные форумы – одно из приоритетных направлений в работе комитета. Это не просто площадка для общения, но и хорошая платформа для реализации идей. Говорили также и о работе Центра военно-патриотического воспитания «Горец» и «Балц». Через эти лагеря прошло около 500 ребят. Это, я считаю, хороший результат. Каждое лето проводят инструктора, ребята в этих лагерях. И на протяжении уже более 20 лет функционируют эти лагеря. Интересовала журналистов и работа комитета с районными отделениями? Есть взаимодействие, есть сотрудничество. Но проблему района я, может, не вижу ее. Ребята на местах ее видят, и они должны мониторить ту ситуацию. И давить на те болевые точки, которые они знают. Также журналисты подняли вопросы трудоустройства молодежи в республике. «Разрабатывается сейчас очень много программ и тем же Минсельхозом, и тем же Министерством промышленности, Министерством труда, чтобы занять нашу молодежь. Скажу вкратце, Минсельхоз сейчас работает над программой, чтобы было предоставлено в районе 5000 рабочих мест. Это и молодые фермеры, это и по предоставлению теплиц, по предоставлению инкубаторов. В принципе, это сейчас уже начинает работать». Руслан Жесоев еще раз подчеркнул, что благодаря участию в таких программах появится больше рабочих мест для молодежи, и у них не будет необходимости выезжать за пределы республики. Алина Хасаева, Аслан Тебиев, Новости Осетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова